Всех вас, мои дорогие акции, братья и сестры, я приветствую с Великой Субботой. Сия Суббота является благословенным. Суббота – День Покоя. Это особая Суббота в череде дней, годовых дней нашей жизни. В песнопениях, которые исполняются в этот день, звучат удивительные слова, исполненные смыслом, исполненные глубины. В этот день не нужно ничего объяснять, в этот день не нужно учить, потому что, как звучат слова, да молчит всякая плоть человеческая. Не может никто ни приблизиться, ни дерзнуть приблизиться к моменту изъяснения явлений, смысла явления в мир самого Бога. Бог пришел в мир ради людей, ради того, чтобы людям, людей спасти от их греха, для того, чтобы облегчить их жизнь. Но человеческий род не понял и не увидел Спасителя, и не увидел тех чудес, которые он совершал. Человек по-прежнему закостеневает своим сердцем желание постигать Бога. Вплоть до сегодняшнего дня человек противится Богу, уверяя Его в том, что Он сам творец своей жизни и своей истории. И отвечая Богу своим равнодушием, мы пытаемся перечеркнуть всю свою жизнь. Если Бог так возлюбил мир, что Сам пришел в этот мир, Он дал Себя на смерть ради человека, то каковы действия должны быть наши? Действия и слова благодарности Богу за Его любовь, за Его снисхождение, за Его милость. В этот великий день, дня покоя, дня человеческой благодарности, дня неравнодушия человеческого, мы должны, подходя ко гробу Спасителя, который здесь, на середине храма представлен, сердечно молиться своими словами и просить, по первую очередь, прощения за нашу самость, за нашу грубость, за наше нежелание жить с Ним. И еще самое главное, в своей молитве обращаясь ко Спасителю, просить мудрости и разума, чтобы нам Господь в продолжении оставшейся части жизни каждого из нас даровал мудрость, даровал разум, дал Он свою божественную силу, свою божественную любовь, чтобы мы, восприняв эту любовь, никогда больше не могли ее потерять, чтобы мы, увидев сегодня Спасителя, воскресшего, могли также и в своей жизни видеть Его, чувствовать Его руку, чувствовать Его поддержку, чувствовать Его любовь. Я всех вас поздравляю с праздником, великой благословенной судьбой, субботой. Пусть Господь, ныне воскресший, каждого из нас хранит, пускай Своим небесным благословением вразумляет и напутствует каждого из нас, чтобы мы, получая это вразумление, могли в страхе Божьей мы в любви воспитывать своих детей, не отрывая их от общей истории, от веры, но помогая им воспринять Бога так, как Его воспринимали наши предки. Я хотел бы напомнить всем вам о том, что сегодня ночное богослужение пройдет согласно расписанию. Я всех приглашаю в эту священную и благодатную ночь вместе в Храме Божьем совершить молитву. Вместе, как община верующих людей, встретить Христа воскресшего. Вместе поделиться этой общей нашей радостью и эту радость принести в дома тех людей, которые еще не желают видеть свет воскресения Христова. Хотел бы обратиться ко всем из просьбы и со словами. Мы приступаем к реставрации здания, которое передано было епархии, расположенной здесь на театральной, на соборной площади. И по мере сил, если кто имеет какую возможность, помочь в деле реставрации, в деле созидания нашего общего административного духовно-просветительского центра, который станет благоукрашением не только городов и торгах, но и всего Карельского перешейка. Всех поздравляю с великой благословенной субботой.